МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфиры программа «Навина региона» у студии Кристина Кранкевич. Добрый день, у этого выпуска глядите. Небезпека тихого полевания. За сутки в лесах в области заблокали три человеки. Алия славы и подарунки не сабе, а иншым. Могилевская гимназия номер 3 отзначает день народжения. Усю лепше селетнего уроджаю на Кермашах. Репортаж нашего выпуска. СШУ ЛЕСЫ не вернулся. Только за сутки в лесе заблудили три человеки. Один з них збирал грыбы у Бялыницким районе, другим – Мстиславским, третий – у Могилевским. Их пошуком займалися милиционеры и вратовальники. Два их знаешли, им спотребилась и допомога медиков. Ясчы одного шукаюць у лесе четвертая сутки. Шукаюць пожарная, шукая милиция. А ясчы лесники и родные. Расставляемся так, чтобы один виден другого был. С левой стороны, с правой стороны. Чтобы мы, как говорится, его не проморгали, не прошли. Чатьверо суток у лесе, каля везцы за лесе, правоохоуники и мясовые жахары шукают пенсионера. Кажется, он 14-го вирусня пайшел за грыбами. Телефон с собой не узял. Дед Митя! Шукает деда Митю родные и знаемые. Навод с допомогой интернета. Фото мужчин разместили в социальных сетках. Я разместила самостоятельно. Он пропал там везде. В одноклассниках, в контактах. Я хочу сказать, что он где-то потерялся. В Могилевском районе пошуковые работы протягиваются, а ось в Мстиславском районе и они только скончились. Жахара вез киселец в лесе шукали каля суток. Знайшли. Ему спотребилась шпитализация. Дре на себе отчувала и другая грыбница, которую шукали в Белыницких лесах. Жанжина навод исти не могла после некольких часов блукания по лесе. К сожалению, троих мы нашли уже мертвыми на территории области. Двое, которые пропали 14 числа, сейчас находятся в больнице. В Мстиславле и в Белыницком районе. Оба были без сознания. Женщина сейчас пришла в себя. Ее перевели в другое отделение из реанимации. А мужчина в Мстиславском районе сейчас находится в критическом состоянии. Принес инсульт. Усяго с початку года у лесах в области заблудили 22 человеки. Троих знайшли мертвыми. Ясше двоих покуль не знайшли. Остатних удалось вернуть домой. Кабз вами не сдаралась трагедия, милиционеры рают ходить только у знаемые лесы. Обовязково брать с собой телефон, ежу, воду, запалки и по мягчимости компас. А про нацию треба ярко. И обовязково поведомлять родным, куди вы пошли. Наталья Ильинч, Виталья Алексеенко, Новина региона. У Осиповецким районе третий день шутные стрелы танков и артиллерии. Там проходит суместная белорусско-российская стратегичная вучение «Захад-2017». Нагадаем Осиповецкий полигон 1-6. У Беларуси, где проводятся масштабные маневры войска у союзной державы. Усе потребляйте в нашем сюжете. Это на Осиповецким полигоне демонструет свое майстерство российские танкисты. Т-80 по Чарзе выходит на так званую танковую карусель. С позиций на узвышший ведут прицельный огонь по умовным противнику. А это уже колонны белорусских артиллеристов. Зараз я не выходит на огневые позиции. Самоходные установки 2С5 «Гиацинт» лечатся одными из самых могутных артиллерийских систем. Они забеспечивают поддержку танкистам и мотостралкам. Вышли на позиции и ракетчики. Чекает «Захада» система залпового огня «Смерч» и белорусская распроцовка «Полонез». Минимальная дальность спуска данной системы – это 50 километров, максимальная – до 200 километров. Соответственно, боевая машина способна поражать одновременно 8 целей с расходом 8 ракет. То есть машина имеет 8 ракет, и каждая ракета может в определенных пределах поражать свою цель. На территории Беларуси в совместном стратегическом учении у дел принимают больше 110 тысяч военнослужащих, сотни одинок военной техники. Подчас основной фазы отпрацовывают несколько задач, одна из головных – сопротивостоять махчимой агрессии и супротив союзной державы. Павел Савицкий, Олеся Рыбалка, новины региона. Телерадиокампания «Могилю» отримала диплом на другим фестивалі региональных телекампаній Беларуси и России в образ часу за активное информационное супроводжение будовництва союзной державы. Нагадаем, наша телерадиокампания брала у делу фестивалі региональных телекампаній, а так само у сьомым международным телевизийным фестивалі «Тэфи Содружность». Усяго у конкурсі были представлены 20 фильмов з 12 краин. Утым ліку и проект «Єстория з географии», який затекали у российских журналистов «Першого каналу». Программа фестивалю была богатая на творчая сустреч и круглая стола и майстер-классы о двядомых айчинных и замежных медийных особ. Десять премьер плануя представить у новым сезоні Могилёвский областный драматичный театр. У юбилейный 130-й сезон актеры рыхтуются розные спектакли для розного глядача. Про это поделились галуны режиссёры и директор театра подчас пресс-конференции. У Могилёвского драматичного склалася добрая традиция завершать и начинать сезон премьерами. Юбилейный 130-й не станет выключением. У Кастрычнику продемонструют одразу четыре премьерные спектакли. Первую новую постановку глядач убачит 14-го Кастрычника. Это смешная история с незвычайной назвой «Дурочка язык». Спектакль рыхтует минский режиссёр Андрей Гузий. Пропонует театр у початку сезона так само уроки эстетики, этаки и морали для самых маленьких. Артысты покажут дятве каски и старт по кладе весёлый и яскравый спектакль «Каска про королеву, принцессу, рыцару и пачвару». Зараз театр рыхтуется до поездки в Москву. Там, у посольстве Беларуси, поставят «Скарыну». Показ промеркованный до 500-годя белорусского книга-друкованья. 228 год спаунилась Могилёвской гимназии номер 3. Сё лето свято отметна тем, что у гимназии открыли свою аллею славы. Тут усе гости могут познаюмиться с историей старейшей научальной установы города и ее знакомитыми выпускниками. Головный знавцах истории гимназии наставник физической культуры Наталья Куляшкова каже, идея такой аллеи ей навыцнилась. И вот после 12-ти год протяжной працы у архивах некоторых стран и по шуку звездок про выпускников, мара гимназистов ожитявилась. Теперь тут есть своя аллея славы. Основу составили архивные документы, это архивы города Могилёва, Минска, Санкт-Петербурга, Вильнюс. Много помогли наши бывшие выпускники, преподаватели, их дети, их внуки. На думку коллектива Пакуль удалось опрочинить только некольки сторонок наибогатейшей истории старейшей научальной установы Могилёва. В перспективе гимназии мы хотим благоустроить спортивную площадку, выполнить ее также в стиле металлических стендов, на которых будет отражена история развития олимпийского движения Могилёвщины и выдающиеся спортсмены гимназии. В уж немолодших классах до дня народжения своей новочальной установы вырошили изробить подарунок тому, кто маю гэтым особливую потребу. Яны сбирали гроши и робили паштовку для юной могилёвчанки, якой потребуется операция в Германии. Почему нужно делать добрые поступки? Потому что если в мире будет больше добра, тогда будет меньше зла. В области распочался активный сезонный гандль садовиной Городниной. Сельская господача кермаши працуют в районах и городах. В этими днями список пляцов, где можно набыть селетний уроджай, дополнился еще одной. Фермерский кермаш разгорнулся на пляцовце одного из буйных гандлёвых центров Могилёва. Фермеры на кермаш привезли садовину Городнину живую рыбу из разумела мёд на розный густ. Пчаляры кажут, селетняя оттеня гэтому продукту надая гречка и василёк. Нужно, как говорится, если мы торгуем здесь на ярмарке, то все равно нужно говорить о том, что каждый покупатель должен подойти, попробовать и приобрести то, что ему понравится. Побыч гандлюют саженцами и насинем. На этом кермаши свою продукцию представили фермерские господарки Могилёвского района. Ранее кажут, что частей гандлевали побыч с буйнейшими господарками в области. Теперь фермеры пропонуют свой урожай особенно. Выбор за покупником. Купил рыбу. Сегодня здесь выбор большой получается. Четыре, по-моему, пять машин. И рыба, карп от четырёх с лишним до трёх девяносто. Нормально, хороший купил. И карасик есть. Прошли посмотреть, что что-нибудь купим. А что хотите выбрать? Овощи, больше ничего. Хороший, очень капуста нравится. Лук хороший. Гандлевать новым урожаем фермеры и сельские господарки будут до конца осени. Уся ГУПа в области запланована каля 400 кермашоу выходного дня. Андрей Шуляк, Денис Бутылин. Новины региона. Усе новины на нашем сайте. Это вармагилёв.байна. Я с вами развитываюся. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова